Он ни с кем не ходит. Он замыкается со страшной силой в себе. А вы когда молитесь, вы о чем молитесь? А я в Бога не верю. Какой Бог бы допустил войны? Я верю, что есть что-то над нами свыше, и все. Ну, а если вы желаете чего-то мужу, вы что ему желаете? Ну, например, легкой смерти, или чтобы он вернулся, или что? Ну, в данном моменте... Нет, чтобы он вернулся, я с этим грузом прожил остаток жизни. Что он отворило, это правительство, и что он поддержал. Люди-то не виноваты. Виноваты те, кто сидит вверху, у власти. Ну, теперь уже и муж виноват, и вы виноваты. Вы с ним не развелись до сих пор. Ну, то есть свои причины. Пока. Почему я не развожусь человеком с этим. Алена, я хочу вам точно сказать, что вы не сможете украинцам сказать, что виноваты только правительство. Вот этот мальчик, который не может маму узнать, она рыдает, а он на нее смотрит так вот. Прикиньте, вот сын, которого вырастили, 19 лет, пошел защищать родину. После двух... Его не кормили. Его пытали током. Я сегодня видела, как в Санкт-Петербурге какого-то мужчина, который оскорблял русских, ну, то есть он что-то говорил про войну. Как вы говорите, у нас свободы слова нет. Как это, ФСБ или кто там, полиция, ОМОН. Снял с него штаны и всунула палку. Вот, ну, не до рукоятки, но глубоко. Он потом долго вынимал. Знаете, вот так вынимаешь, как меч из ножен, так он вынимал палку из жопы. Да, можете не рассказывать. Мне дед все это рассказывал, когда был на Колыме. Сидел на Колыме. А что, на Колыме палками? Ну, про палки я не знаю такого, наверное. Не, ну, пытали. Пытали. Всех пытали. Всех подряд. Мучили, издевались, истязали. Ну, так вот, этого ребенка, этой женщины, я не знаю, было ли насилие сексуальное, он же не... Но то, что он не узнает мать, и не вменяемый, и не испытывает эмоций, и не разгадает, это факт. Так что вы не можете в эфире или когда-либо вот в украинском чате сказать, что жители ни при чем. Вы несете самую-самую, что ни на есть ответственность. Мирные жители, вот мирные жители, те, которые не вышли, дагестанские женщины же вышли, вы видели, да? Дагестанские женщины вышли на такие протесты, мама не горюет. А вы побежали в это время прицениваться, сколько стоит бронежилет, понимаете? Я понимаю, что вам нужно сказать максимально то, что, ну, вас объяснит вашу ситуацию. Я понимаю, но если бы вы были на месте этой женщины, а вы могли бы быть, если бы вас не депортировал Сталин? И ваш бы сын или ваш муж сейчас воевал о стороне Украины? Ваш муж мог просто перейти на сторону Украины. Там воюют, ну, в РДК, может быть, даже этнические украинцы. Ваш муж мог сдаться в плен, хочу жить. Вы могли бы уехать с ним в Казахстан. Вы могли бы просто переехать в другое место. Вы могли бы с ним развестись, забрать ребенка, уехать, ну, как политическое убежище. У меня приходила женщина, нет, точнее, девочка, подросток, может быть, не потом, может быть, ей 19 лет было. Она сказала, что ушел на СВО. Мама развелась с ним тут же. И она, когда он только выходил, она ему не покупала некую броник. И когда он выходил, он сказал, что я с тобой развожусь. И девочка сказала, что ты мне не отец. Он уходил, он это знал. Он начал звонить, и они трубку не брали. И мы все равно умрет, он не умрет. Я говорю, если умрет, кто получит деньги? Мне надо насрать. Они уехали из страны. По-моему, они живут, по-моему, либо в Нидерландах, либо в Норвегии. Она отказалась от отца, представляете? Отказалась от отца. Ему сказала, мне сказала, эфиру сказала. Женщина развелась. Это вот не потому, что он ее бросил, не потому, что он не любит ее, не потому, что была другая женщина. Они из-за этого СВО развелись. Но они не ждали 4 отпуска, понимаете? Вы опоздали в своих правильных решениях. Вы их вообще даже не сделали. Вы сказали, я разведусь. Но вы пока, пока он приезжает, и вы даже не знаете, что он делает, вы же его ласкаете, кормите, заботитесь о нем, понимаете? Он от вас получает попитку, что у него есть Родина, и он вас защищает. Вот если вы у него... Вот именно, что я его поддерживаю в том, что ему было куда вернуться домой. Вы ему даете ту... Как знаете, когда человек улетает, а потом падает. Если, ну грубо говоря, девушка говорит, я закрою глаза, а ты меня лови. Стоит парень, да? Если он отойдет, она же разобьется, правда? Вот он падает на вас, а вы не отошли в сторону. Вот если он приехал домой, у него не было дома, я не знаю, ну, он не может воевать за Родину, которой у него больше нет. Понимаете? Мама умерла, жена ушла, у него, его Родина посыпалась. Сто тысяч долларов, это вообще, я не знаю, сколько вы должны потом репарации будете платить за эти сто тысяч долларов. Представляете? Эти доллары можно было отдать ЗСУ, чтобы они быстрее победили. Это, ну, это ваша настоящая Родина сейчас в опасность. Она воюет. Ваша настоящая Родина. Не та Родина, куда вас послал Сталин, а ваша настоящая Родина. У вас должна была быть такая патриотическая, что вы могли вообще взять и переехать жить в Украину, помочь им. Столько этнических украинцев вернулся в Украину, вы себе не представляете. Я знаю, что люди некоторые съебались. Сегодня приходил мальчик Ярослав сидит с москвичом и рассказывает, что якобы... У вас телефон садится, да? Нет, я с СМС пришла, извините. Рассказывает, что якобы ЗСУ сказали выйти из подвала и куда-то якобы грубо сказали. Ну, я и сказала, вы что, ебанулись? Из-за какой-то грубости вы продали Родину. Вот. Тем более, я не знаю, как во время войны, там что, пожалуйста, говорите, я не знаю. Короче, я даже не стала слушать. Просто я говорю, вы свою Родину не приобрели в России, а ту, которая у вас была, вы ее сейчас не чувствуете. Если бы вы ее чувствовали, вы бы не платили деньги за броник. Вы что-то еще хотели сказать? Я вам... Нет, все. Хорошо. Спасибо. Спасибо за беседу. Всего доброго. Тарочка. Добрый ранок. Слышала, Тарочка? Ой, это, знаете, это очень хорошо, что я, ну, не зашла. Ну, знаете, если честно, я все понимаю, там можно анализовать все, что она сказала. Просто было такое, знаете, такое ощущение, что она зашла, что мы ее поспевчували. Я, блядь, я сейчас ей сказала стольки, но я не буду, не буду сейчас забирать ЭТР, но вы меня не зрозумели. Ни якого співчуття, вот чесного, я хочу, чтобы ей человек сдох. Броник, она ему купила, каску, снайперы працюють добре. Может быть, она не против, может быть, даже она не против, но ее участие уже произошло на четыре раза, он на нее упал, и она сказала, я твоя жена, ты защищаешь меня. Вот так вот ее бихнем. А вот эта фраза, мы ничего не можем сделать, так вы ж, сука, за него голосовали, вы ж рассказываете, что он у вас царь земли, вы выбрали этого выгляда, который 20 лет воюет со всеми сусидами, которые только существуют, вы поддерживаете, и такая несчастная, такая бедненькая, блядь, все, не хочу, честно, сейчас меня понесет, все, побачите, я с вами продолжу. Сталин послал на Колыму ее деда, который знал 16 языков, другого расстрелял, и вот, грубо говоря, вот внука, да, этого деда, он послал убивать украинцев, и она не спрашивает, что он там делает, она, я не знаю, что она, угрожает ему разводом, стукнула, стукнула, ну, ударила на его хоть раз, за то, что он сделал, вот она подошла, ему врезала по лицу, врезала на его по лицу. Я ему броню купила, чтобы бедненький пішов вбивати в Украину и не загинув, понимаете, она не відмовляла его, я думаю, что это такое, ну, он сам выбрал, это его.